Вой сирен и звуки взрывов. Уже второй день подряд. Это жестокая реальность для жителей Украины. 25 февраля боевые действия приблизились к Киеву. Разрушенный мост на подъезде к городу. Еще недавно здесь кипела нормальная жизнь. Теперь видны обломки. А это кадры из жилого квартала столицы Украины. В 4 утра прозвучали взрывы. По сообщениям, речь идет о двух, вероятно, сбитых ракетах. Шум. Что-то летало. Упало. Я встал, посмотрел в окно. Ничего не увидел. Отошел сюда. И после взрыва я оказался в такой выгодной точке, чтобы увидеть все окна. Падаются внутрь отсюда и оттуда. Загорелся жилой дом. Есть пострадавшие. Многие киевляне провели ночи в бомбоубежищах или в метро, которые, несмотря на напряженную ситуацию, продолжают работать. Мы спали, но проснулись от взрывов. В 4.20 около нашего дома была сбита воздушная ракета. Вы с левого берега? Да, там рядом стоящий дом загорелся. Было много пострадавших. Мы дождались 7 утра окончания комендантского часа. У себя в квартире, в коридоре и в ванной. А потом приехали сюда. Сообщается, что некоторые киевляне записываются добровольцами, не дожидаясь повестки из военкомата. А наши дети за спиной. Так кто их будет защищать? Да. Наши матери же женщины. Женщины, матери. Дети. У меня во дворе детскую площадку разнесли взрывом. По всей Украине люди сдают кровь для оказания необходимой помощи военным и пострадавшим. Президент Украины продолжает призывать мировых политиков к поддержке и антипутинской коалиции. При этом Владимир Зеленский не скрывает разочарования от введенных Западом санкций. У Европы достаточно силы, чтобы остановить эту агрессию. Мы ждем от европейских государств аннулирования виз для россиян, отключения от свифта, полной изоляции России, отзывы послов, вводы эмбарго на нефть, закрытие неба. Сегодня все это должно быть на столе, потому что это речь идет об угрозе нам. Всем нам, всей Европе. Российские войска ведут атаку по всем направлениям. Эти кадры мы получили из Сумской области. Люди фиксируют российские танки. А это кадры из Мариуполя. Украинцы недоумевают от происходящего. Я смотрел сегодня его выступление Путина по интернету. Он там так красиво рассказывает своим гражданам, что у нас тут чуть ли необходимость. Надо напасть на Украину, иначе Украина нападет на Россию. Моразмати. На острове Змеиный российские военные убили 13 пограничников. Перед смертью они отказались сдаваться. Осталась аудиозапись последних минут. Многие украинцы рассчитывают на поддержку настроенных против войны россиян и надеются, что их призывы против войны будут услышаны. Я проснулась от бабавы сегодня. Пошли туда. Понял, что это война. Все, уже от тебя закончился? Угу. Походу. Продолжение следует... Продолжение следует...